Всем привет! В апреле 2019 года приобретал вот такую игрушку электронного робота. В комплекте был еще такой пульт, питающийся от двух батареек типа 2А. Робот работает именно при подключении кабеля зарядки. Вот здесь вот такой специальный коннектор тоненький, миллиметра три, сюда вот подключается и заряжается. При извлечении кабеля он выключается. Уже прошло более трех с половиной лет и необходимо заменить в нем аккумулятор. Для этого необходимо извлечь его. Начнем с того, что нужно вывинтить раз-два-три-четыре-пять винтов. Здесь корпус и вот эта голова, две половинки, они цельные. Аккумулятор установлен в теле. Тут шлиц под крестовую отвертку. Подготовил я такой термоковрик, но начинаем извлекать. Так, извлекаем вот эту часть. Извлекаем аккуратно, потому что здесь подключен динамик и аккумулятор. Отключив от этого разъема динамика, от этого разъема аккумулятор получаем доступ к плате. Внутри робота установлена литий-полимерная аккумуляторная батарея с габаритами. Толщина 5,2 миллиметра, ширина 34 миллиметра и длина 50 миллиметров. Емкость аккумуляторной батареи 600 миллиампер часов напряжением 3,7 вольта. Сняв изоляцию аккумулятора, он такой металлической оболочки, к его корпусу точной сварки был приварен. Вот красный провод был приварен к этому контакту. Ну и здесь уже пропечатан другой типоразмер, немножко отличающийся. 5 миллиметров это толщина его, 30 ширина и длина 48 миллиметров. Я в своем городе Минске в интернет-магазине батарей Kibay приобрел за 18 рублей 50 копеек белорусских, это порядка 7,5 долларов США. Такой аккумулятор Robiton на 1100 миллиампер часов. Если тот был на 600, здесь 1100, хотя типоразмер приблизительно такой же. Также изготовлен в Китае, но уже заказчик России. Здесь указан бренд Robiton, его типоразмер несколько отличающих 60-34-50, то есть первая цифра это 6 миллиметров его толщина, 34 это его ширина и 50 длина. Далее литий-полимерный аккумулятор, напряжение питания 37 вольт, емкость 1100 миллиампер часов, изготовлен в октябре 2021 года. Я купил этот аккумулятор через год после того, как его изготовили. Наверное, я не буду снимать изоляцию, чтобы припаяться, а спаяю просто так эти контакты и изолирую термоусадочной трубкой. Но вначале с помощью зарядного устройства измерю его емкость. Зарядное устройство Литокала ЛИ-500С протестировало данный аккумулятор и определило. Значение емкости изолитый в данный аккумулятор 1267 миллиампер часов и отданное в нагрузку 1233 миллиампер часа. Но в общем-то 1200 миллиампер часов здесь есть, поэтому это значение превышает заявленное, поэтому аккумулятор good. Спаял я проводники, аккумулятор полностью заряжен на сто процентов и теперь собираю робота. Аккумулятор вкладывается вот в эту полость, причем он сюда вошел один в один, то есть вот эти упоры здесь как раз под его размер и вот эти упоры. Как раз вот этого размера LP60-3450. Так и фиксируется сверху вот такой планочкой, с помощью двух винтов. Вывалился легкой динамик, необходимо еще его зафиксировать. Зафиксирую его клеем. Так, теперь подключаю сначала динамик, верхний разъем. И фиксирую винтами корпус. Так, собран, проверяю, включаю. Да, он работает. Загаривает светодиод в глазах. Много скалы. Я могу танцовать. О-о-о, мои друзья, давай играть. Давайте играть. Давайте рок-н-ролл. Музика. Музика. По ссылке на экране можно ознакомиться с обзором и распаковкой этого робота, который я делал в апреле 2019 года. Пожалуй все, да, это все его функции, есть кнопки управления движением влево-вправо-вперед-назад, повороты, каждое движение он озвучивает. Ну в общем-то все работает, на этом прощаюсь, спасибо за внимание, подписывайтесь на канал, оценивайте это видео и до встречи, будьте здоровы, пока!